всем привет и снова сегодня с вами мы евгений моисеенко инструктор центра зимнего отдыха комета и наш ученик данил мироненко инструктор центра зимнего отдыха комета по сноуборду который решил освоить лыжи сегодня мы с вами будем приобщаться к спортивной технике катания а именно карвинговому повороту все повороты мы используем для того чтобы контролировать свою скорость во время спуска но постепенно обучаясь мы хотим кататься все быстрее быстрее и быстрее наше умение растет наши возможности тоже прогрессируют мы можем уже на больших скоростях точно так же контролировать свою скорость на крутых склонах да принципе на любых склонах выполняем на карвинговый поворот на контакт раньше такой поворот резанный был доступен только спортсменам сейчас на современных лыжах карвинговый поворот может освоить любой катающийся ну что ты готов ехать карлинговым поворотом да нет сейчас мы выполним несколько подводящих упражнений которые нам позволят почувствовать движение на контакт первое упражнение у нас будет фан прогрешен мы будем менять стартовую позицию стартовая сначала по диагонали потом близко к линии ската и потом с линии ската изначально мы становимся в стойку траверс по диагонали вес у нас на нижней лыжи колени и голеностопы согнуты мы стоим с оптимальной ангуляции так чтобы лыжи стояли на контакт начинаем движение отпустив палки продолжая сгибать колени и стопы увеличивая давление на лыжи ведем поворот до тех пор пока лыжи не заедут наверх и не остановлюсь было неплохо можно было чуть чуть посильнее сгибать ноги обязательно выполняем это упражнение на обе стороны перед началом движения обязательно убедитесь что вы ни под кого не подъедете только после этого стартуйте вторая стартовая позиция близко к линии ската но тоже по диагонали да уходи в сторону клик ошибка была такая стоишь слишком вертикально наклонись больше и второй момент бедра не разворачивай наружу они должны идти по лыжам для следующей стартовой позиции лучше выбрать склон пошире потому что дуга будет уже очень большой еще учитывайте радиус бокового выреза ваших лыж потому что если у вас радиус бокового выреза скажем 20 метров а склон шириной 30 то вы не успеете закончить дубу на всей ширине склона во время движения мы должны будем законтовать лыжи перенеся вес на внешнюю лыжу увеличивая ангуляцию смотри немножко лишнего сделал ангуляцию то есть она тебе позволила свалить сюда бедра вот это ушел немножко на внутреннюю ногу на верхнюю чуть-чуть меньше сделай меньше этого будет достаточно для того чтоб лыжа шла на каньте вот сейчас было отличным гораздо лучше чем в том про это он было хорошо в этом было время отлично ну ну что и теперь приступим к более веселым вещам научимся делать верхнюю часть поворота и для того чтобы научиться делать верхнюю часть поворота мы будем выполнять полтора поворота потому что поворот карвинговый у нас динамичный скоростной нам нужно сначала разогнаться и потом выполнить целый поворот если в базовом повороте мы делаем движение над лыжами разгибаем ноги то в карвинговом повороте мы делаем движение внутрь поворота то есть мы не повышая свой центр масс переносим его вперед внутрь поворота сразу же вставая на выпрямленную внешнюю ногу и в этот момент мы уже делаем небольшую ангуляцию но на нижних контактах и но и а и и и и и и бросать на уборку нет на лыжах лучше хорошо получилось давай сделаем на другую сторону данил когда будешь делать полтора поворота не забывай про укол палкой он делается точно так же как в базовом повороте укол палкой делается но он только намечается на больших скоростях очень опасно втыкать палку в снег поэтому только касаемся палкой сильно сконцентрировался на уколе палкой сделал работу не диагональную а вертикальную поэтому когда заменяем диагональную вертикальную работу на работу просто вперед вверх над лыжами у нас нет другого варианта поставить лыжи на конты кроме как свалить бедра внутрь поворота и потом вести поворот в таком положении с давлением на лыжи уже очень тяжело сейчас мы сделаем связанные повороты у нас должна быть полностью диагональная вертикальная работа в фазе инициации очень сильное и мощное сгибание колени и голеностопов в фазе ведения поворота для того чтобы контролировать скорость не забывай про укол палкой он стабилизирует твое движение и в заключении делаем карвинговые повороты большого радиуса изменяя ритм радиус склон все что можем поменять надо поменять итак сегодня мы с вами начали приобщаться к спортивной технике катания и учили сделать карвинговый поворот большого радиуса достаточно сложный в техническом плане поворот из-за большой скорости поэтому выбирая склон для обучения обязательно убедитесь в безопасности для себя выбирайте не слишком крутые склоны то есть достаточно просто умеренного по уклону склона удачи вам на склонах с вами были я евгений моисеенко инструктор центра зиме водных и комета и наш ученик данил инструктор персонал ворда и портал свэнерджи вам спасибо за просмотр! за просмотр пункта варьевый поворот